Дорогие друзья, день добрый. 7 декабря на календаре. Портал Прян начинает очередной важнейший вебинар, посвященный важнейшим вопросам, связанным с зарубежной недвижимостью. Но наша тема сегодня, в первую очередь, она не по недвижимости. Сегодня мы будем говорить о возможностях релокации, о возможностях переезда, о возможностях получения гражданства и ВНЖ, в первую очередь инвестиционных. Моя коллега и наш эксперт сегодня Софья Силина, руководитель, вице-президент компании Apex Capital Partners по России и СНГ. Софья, здравствуйте. Добрый день, Филипп. Добрый день всем, кто присутствует сейчас с нами. Понятное дело, вопрос важнейший. Мы отдельно будем говорить о том, что сейчас актуально для потенциальных покупателей и вообще для тех, кто заинтересован в воплощении ВНЖ и гражданства и имеет российский паспорт и только российский паспорт. Отдельно поговорим чуть более широко, что вообще происходит в иммиграционном мире. Но давайте мы обычно, вот Софья, когда говорим, мы сначала от общего, а потом переходим к частному. А сегодня давайте поступим немножечко наоборот, от частного к общему. Пробежимся по основным программам, с которыми работает компания Apex Capital Partners, что сейчас вообще с ними происходит. Поговорим о тех программах, которые по большому счету ушли из поля зрения по тем или иным причинам. Ну и обязательно, пожалуйста, задавайте вопросы, будем рады, на все постараемся ответить. Итак, Софья, давайте вот прямо в лоб я включу презентацию и мы с вами поговорим о первой программе. Кто у нас там в очереди? Ну, нет, все равно давайте первый вопрос немножечко о другом. У нас ПМЖ Кипра, но в двух словах о вашей деятельности. Понятно, стало сложнее, но вот что сейчас? Как это все сейчас работает? И работает ли? Хороший вопрос, Филипп. Мы с вами столько лет уже обсуждаем все эти темы. И вы видите сам, насколько все меняется ежемесячно, когда мы приступаем к нашим с вами любимым вебинарам. Мы сейчас наших всех соискателей на гражданство или на виды на жительство, или вообще заинтересованных людей в этой теме делим на три категории. Первое. Те, у кого есть российское гражданство, это категория людей, которые, к сожалению, ограничены в предложениях с нашей стороны. Дальше. Категория людей, у которых нет российского гражданства, но они говорят по-русски, соответственно, могут прийти к нам конкретно в офис в российский. Это граждане СНГ. Без второго гражданства, как российское. И третья категория – это наши клиенты. За многие годы, которые оформили с нами гражданство или не с нами, гражданство Карибского бассейна или Черногории, или любое другое гражданство страны, которая не входит в Евросоюз, это те люди, которым нужен какой-то статус евросоюзный. И вот это вот как раз три категории людей, которых может быть интересен вопрос. И именно не релокация. Релокация опять не является первостепенным вопросом, а именно оформление некого второго, третьего, двадцать пятого статуса. Ну а из чего это состоит, сейчас мы поговорим с вами. Можно ли сказать, просто тогда еще один момент перед тем, как мы уже перейдем в Кипру, уже даже карточку показали, сейчас к нему вернемся. Видите ли вы такую тенденцию? Мы ее частично замечаем, что, ну, понятно, прошлый год, ситуация, о которой даже можно даже отдельно не говорить, все-все прекрасно понимают. Это большой вал людей, которые уехали. Уехали в значительной степени куда могли. А куда могли? Ну, где границы открыты, да, были, туда поехали. А сейчас мы видим ситуацию, когда кто-то возвращается, а кто-то, наоборот, все равно в значительной степени ищет путь в ту же самую Европу. Вы это видите? Конечно, видим. И многие дети наших клиентов, скажем так, в большей степени это дети, которые уехали в Грузии, Армении, Сербии и прочие безвизовые страны с Россией, находятся в поиске решения своего вопроса, как бы, да, двигаться дальше. И те, кто уже отучился и не может дальше устраиваться, ну, или не хочет устраиваться на какие-то вторые, третьи, пятые виды обучений, как раз вот в поиске. Поэтому мы делаем удаленно многие вещи. Прилетать в Россию для того, чтобы оформлять какие-то личные документы, не нужно. Мы уже набили руку прекрасным образом все это делать легально, быстро, по скайпу, по видеосвязи, в смысле заверения по стилизации наших документов. Поэтому, да, есть такое. Окей. Поехали, Европа, начинай с Кимпра. Постоянный вид на жительство. Ну, в двух словах, давайте, для многих, наверное, уже понятно, что это такое, но какие условия, как это все работает? Да, я думаю, что для 99% присутствующих здесь и тех, кто будет потом смотреть, просматривать наш вебинар, ПМЖ Кипра – это очень известная программа, потому что она действительно старинная, и многим людям уже помогла. ПМЖ Кипра до сих пор открыт россиянам даже с российским, просто с российским гражданством, без наличия любого другого статуса. ПМЖ Кипра чем хорош? Довольно-таки быстрая возможность входа в программу – это ПМЖ, это бессрочная резидентская карта для тех, кто хочет связать свою жизнь с Кипром. Это довольно-таки низкий порог входа, и те, кто хочет связать, опять-таки, свою жизнь с Кипром, купив недвижимость на сумму 300 тысяч евро и больше, могут 365 дней радоваться синему морю и прекрасной погоде. Но у ПМЖ Кипра есть небольшое ограничение, они до сих пор не входят в шенгенскую зону, поэтому с ПМЖ Кипра, в отличие от гражданства Кипра, невозможно передвигаться по странам ЕС-Шенген. Вот тут вот нужно человеку на пороге принятия решения именно взвешивать все за и против и понимать, мы помогаем, естественно, в этом, нужно ли ему идти вообще прыгать в этот поезд и ехать к получению ПМЖ Кипра. — Скажите, пожалуйста, насколько, имея ПМЖ Кипра, ты успешно можешь оформить ту же самую визу в Европу, потому что про это тоже говорят очень по-разному, вот ограничения для людей с кипрским ПМЖ на территории Кипра, потому что за последний год там раз в несколько недель приходят какие-то новости, и, к счастью, они фейковые, потому что они больше пугают, чем в реальности какую-то угрозу создают, но, тем не менее, информационный фон понятен, вот, а на практике как это происходит, с чем вы сталкиваетесь, с чем ваши клиенты сталкиваются? — У нас вообще, да, Филипп, с информационным полем такая история последние годы, очень жесткая, потому что идут бесконечные вбросы некой информации, вывернутой, просто заголовки какие-то яркие, которые не несут в себе никакой сути, но привлекают внимание людей. Ну, все зарабатывают как могут, тут мы уж судить не будем, это мелкие такие инструменты, которые привлекают внимание. Так вот, про визы. Мы не являемся, как компания Apex Capital Partner, специалистами в визовых вопросах, хотя бесконечно получаем такие вопросы от наших существующих клиентов и несуществующих клиентов других компаний. Почему-то у людей есть связка в голове, если мы занимаемся, как иммиграционные адвокаты, вопросами, связанными с, в данном случае, нашим инвестиционным гражданством, то мы обязательно должны все знать по поводу виз. У меня у самой, проведшей в этой компании уже почти 15 лет, у мужа нет второго гражданства, у меня есть второе гражданство, а он мучается. И я с этими визами вопросовыми внутри семьи своей постоянно сталкиваюсь, и не нашла до сих пор себе инструмент, вот кроме как оформить уже все. Мы сдались, оформляем вид на жительство европейской стороны, чтобы забыть об этом бесконечном, об этой мысли, которая каждые три месяца должна приходить в наши головы. Так вот, отвечая на вопрос с ПМЖ Кипра, можно ли, ну а почему бы нет? Во-первых, у человека, и опять-таки, все, чем я руководствуюсь и что я сейчас отвечаю, это из рассказов наших собственных клиентов, которые всегда делятся своими внутренними переживаниями и тем, с чем они сталкиваются на ежедневной основе. Так вот, очень многие те наши клиенты, которые живут на Кипре, это и айтишники, и владельцы различных компаний, которые перебрались по долгу службы бизнеса или просто из-за детей на остров, да, они получают шенгенские визы и американские визы, свои российские паспорта, у кого-то карибские паспорта на территории Кипра, показывая utility bills, квитанции об оплате коммунальных услуг, именно с Кипра, доказывая тем самым, также всегда нужно иметь под рукой на вопрос, почему здесь договор рабочий или показать, что у вас там бизнес, но в любом случае нужно доказать свою связь со страной в данный конкретный период времени, почему вы не подаетесь в Москве или в другом городе. Вы сказали, что при этом, ну, собственно, у вас есть адвокаты, вот те, кто сейчас получают ПМЖ Кипра. Ну, понятно, что по сравнению с ситуацией, скажем, двухлетней давности, ситуация стала сложнее, да, нам лишь пятилетней, но тем не менее, вот работа адвокатов ваших, в чем она сейчас заключается, что спрашивают, доспрашивают для людей, которые подаются на ПМЖ, то есть недвижимость купил, окей, а что дальше? Ну, вот недвижимость не купил, не окей, потому что именно на пороге покупки недвижимости и возникают те самые каверзные, противные вопросы, которые стопорят всю процедуру, связанные с комплаенсом банков, куда наши клиенты переводят деньги. Поэтому это на самом деле такой основной львиный пласт работы, прохождение сквозь банк. Кипрские банки то еще удовольствие, мы сами обслуживаемся в Кипрском банке 100 лет и понимаем, о чем речь. И многие наши клиенты за последние несколько месяцев сталкивались с тем, что даже проживая и имея ПМЖ, их все равно просят выйти из того или иного кипрского банка. Поэтому, да, вот именно подготовка документов для комплаенса о происхождении средств, это как раз то самое, чем нужно озаботиться наперед. Еще чем мы занимаемся на Кипре, проверяем недвижимость, чтобы, не дай бог, не начать продавать или не акцептовать клиенту покупку какой-то земли или недвижимости, которая заложена в банке или не готова под сделку. Потому что неготовая недвижимость просто растянет всю процедуру на неимоверные сроки. Это никому не нужно. И да, у нас были такие проблемы. И да, вот почему я об этом говорю. Правильно ли я понимаю, что покупка недвижимости как первый этап получения ПМЖ процесс в настоящий момент более сложный, чем в дальнейшем уже при наличии недвижимости подача на ПМЖ и прохождение дальнейших процедур. Да, как и все остальные страны, Кипр не возьмет откровенных ПЭПов, они проверяют, чтобы человек не был в санкционных списках. Это как бы можно забыть про этих людей. Все остальное пройдет. Главное доказать, что ваши деньги чистые. Ну и тогда не могу... Там список документов небольшой. Не спросить наши коллеги, я имею в виду там средства массовой информации. Два дня назад у меня последние волосы на голове встали. От заголовков, что там Кипр перестал работать с рублями. Ну, опять какая-то волна была информации о том, что какие-то проверки. После того, как у нас на нашем телеграм-канале есть пара таких любителей нагнать волну из читателей, но как только я увидел, что это они пишут, я как-то сразу немножко подуспокоился, потому что имена уже знакомые есть. Но тем не менее, что-то в последние дни реально сейчас происходит, потому что было в российских СМИ информация о том, что там заголовки были именно такие. Кипрские банки перестают работать с рублями. Я говорю, что за ерунда, они не работают с рублями уже полтора года. Я вот только хотела спросить, а кто работает с рублями? Вот, то есть еще разочек. Поделитесь. Вопрос в том, что мы в чем? Последние 3-4 дня, там, неделя, что-то происходило, или просто есть некое ужесточение, которое там оно есть, это оно и месяц назад, и 2, и 3, и 5? Ну, оно уже год как существует, и просто закручиваются все сильнее и сильнее гайки. Про Кипр сейчас много различных новостей, но они пока в стадии просто информационном поле, поэтому говорить об этом смысла сейчас не имеет. Ну, и тогда все-таки недавно прошла новость о том, что, может, все-таки Кипр войдет в Шенгенскую зону, по крайней мере, они хотят. С точки зрения вас, как компании, которая на эмиграду смотрит как узко, так и широко, такое вхождение для людей, которые только задумываются о подаче, это плюс, потому что больше возможностей будет, или это минус, потому что Европа будет еще жестче прессовать Кипр по поводу существования их программ? Ну, это не факты, Филипп. Во-первых, по поводу вхождения Кипра в Шенген говорится уже, не знаю, больше 10 лет на моей памяти, поэтому, ну, это хорошие разговоры, они как бы подогревают информацию, в принципе, про Кипр, и это все нормально, но войдет ли она завтра? Нет такого, нет заявления. А будет ли это какое-то усложнение потом? Это, опять-таки, из разряда давайте погадаем, давайте посмотрим, что будет. Кипр не в Шенгене. Мы живем сегодня. А что будет завтра? Поговорим завтра. Ну, классический момент, да, то есть по-прежнему, когда вы сказали о небольшом пороге входа, ну, понятно, что он относительно небольшой для кого-то, большой для кого-то, небольшой, но, тем не менее, 300 тысяч евро, ну, вот здесь объект, который у вас представлен, то есть вы сейчас все равно начинаете, ну, чтобы человек попытался купить недвижимость, если у него получается, то тогда дальше все проще. Естественно. Во-первых, недвижимость надо выбрать. И, знаете, недвижимость даже на 300 тысяч, вы говорите, ну, для кого-то жемчуг мелкий, для кого-то нет. В общем, да. Поэтому это расхожие тоже разговоры, маленькая ли это сумма 300 тысяч. Ну, это, в принципе, такая себе двух-трехкомнатная квартира, не в центре Москвы, доставшаяся от прабабушки. Поэтому, ну, нормальная сумма 300 тысяч, за которую вся семья может обрести европейское счастье, возможно, если им это нужно. Да, нужно приехать туда, нужно выбрать, не нужно выбирать по картинкам. Так в любой стране, которая сопряжена с выбором недвижимости, на картинках все красиво, но это еще и зачастую рисунки, потому что на Кипре очень много строений, строительства находящегося, именно на этапе застройки. Мы работаем только с проверенными девелоперами, с которыми уже десяток плюс лет работаем, которые построили не один проект, сдали, и он функционирует. Ну, то есть мы отлично знаем, остров маленький. Слухи и вообще, в принципе, новости о том или ином девелопере, если есть проблемы, распространяются молниеносно. Поэтому мы рекомендуем только то, что, в общем-то, за что можем нести ответственность, так скажем. Но это не означает, что если клиент не выберет свою собственную какую-то недвижимость, мы от него откажемся. Нет, естественно, но просто это будет дольше, дороже и возможно привести человека в тупик. Окей. Ну, то есть, подводя резюме, кипрская программа проще не становится, но она работает, и тут, в общем... Нет, проще сейчас ничего не становится, не нужно об этом вообще думать. Проще ничего нет. Хорошо, если не будет сложнее. Окей. Но, по крайней мере, то есть вот это реально сейчас программа работает, продолжает в том числе и для тех, у кого есть только паспорт РФ. Да? Да. Окей. Главный хедлайнер этого года это программа Венгрии. Вот, Венгрии, о которой сейчас говорят, и вы даже заулыбались, то есть вам она тоже явно-явно нравится. Софья, несколько слов о том, что сейчас в Венгрии. Ну, программа Венгрии звучит красиво. Вот та программа, которая планируется быть, которая будет инвестиционным, как бы ремейком прошлой программы, которая закончилась в 2017 году. Вот это будет суперинтересно, и это будет действительно с именем программа. То, что существует сейчас, и о чем в интернете тоже роятся совершеннейшее огромное количество слухов и различных домыслов, это программа, да, это возможность получения вида нажительства в Венгрии довольно-таки просто, простым и быстрым способом, по пути, который называется Other Purposes, и если каждый из здесь присутствующих пойдет в Google, вы найдете такую программу, описанную на государственном сайте. Мы всегда рекомендуем не российским СМИ или источникам верить, а идти именно на госсайты и читать акты из-за какие-то законопроекты и вчитываться в суть, а потом уже ее как-то просить объяснить специалистов. Так вот, возможность получить вид нажительства в Венгрии есть. Все это очень быстро происходит, два-три месяца с начала, в общем-то, сбора документов. На сбор документов у нас сейчас люди молниеносно их собирают, потому что там достаточно небольшой пакет. Все это, ну, максимум, две недели занимает на сбор, и потом, если у человека есть любое другое гражданство или вид нажительства, или виза открытая, то можно это делать, и это ускоряет процедуру с подачей в Венгрии. Нужно там провести три дня, помучаем мы два из них человека в разных инстанциях подписать всяческие документы на нас, доверенности и так далее. Да, но это не программа именно инвестиционная, это не про покупку недвижимости, то есть покупать недвижимость, безусловно, можно, и это приветствуется страной, потому что это дополнительная связь с государством, о чем мы и отметим в том мотивационном письме, которое наши юристы будут готовить под каждый отдельно файл. Но это не... У нас в наших новостях все переворачивается немножко с ног на голову, и зачастую вы можете увидеть цифру в некие 155 тысяч евро, за которые вам предлагают приобрести программу вид на жительство Венгрии. Ну, в общем, эта цифра довольно-таки взятая из ниоткуда. Она красивая, она небольшая, она меньше в два раза, чем Кипр, как вы понимаете, но нет этого в программе. В НЖ Венгрии по этим условиям можно получить, показав будущую связь, интенцию, намерение связать свою жизнь, жизнь своей семьи с этой страной. Различными способами, я сейчас не буду все наши инструменты раскрывать, но это уже как раз наши скиллы, которыми мы обладаем. Так вот, можно арендовать, да, действительно нужен адрес, нужно что-то иметь, но это не обязательно есть покупка. Но для тех, кто хочет связать свою жизнь с Венгрией, естественно, купить какой-то объект недвижимости и переехать в свою собственную квартиру, это, естественно, приятнее. Поэтому тогда, когда человек летит либо на подачу, либо потом забирать карточку, в тот же момент можно и выбрать. Как раз проект, это тоже не нужно делать наперед. То есть, если у человека есть намерение приобрести недвижимость, мы об этом пишем в том же самом мотивационном письме, и потом, получив одобрение, через два месяца нужно прилететь, выбрать, купить. Вот. Это вкратце про программу, но, прям одну секунду, Филипп, это очень важно, что забывают очень многие. ВНЖ Венгрии обязует нас жить не менее 90 дней в полугодии в Венгрии или в зоне Евросоюза. И это обязательно. Почему? Потому что для того, чтобы прийти к продлению статуса вида нажительства нужно будет доказать, что все условия данного проживания с карточкой вида нажительства были выполнены в течение трех или пяти лет. И так, и так можно получить вид нажительства. Мы подаем на большее, но, как обычно, чиновники могут ставить и на три года. Вот. Поэтому для тех, кто понимает, что карточка в три или пять лет будет конечна при отсутствии проживания, ради Бога, мы с удовольствием поможем и в течение пары месяцев все можно сделать. Для тех, кто хотел бы перейти потом к продлению статуса вида нажительства, нужно подумать хорошенько. Перед тем, как задать следующий вопрос, я попрошу контакты Софии опубликовать, Софии компания Apex Capital Partners опубликовать в чате. Понятно, София уже сказала, что не все секреты она будет раскрывать на вебинаре прямо сейчас, но, тем не менее, вот вы сказали ненедвижимость, то хотя бы, чтобы примерно было понятно. Правильно ли я понимаю, что из тех людей, которые приходят к вам, получают в NG Венгрии и затем покупают недвижимость, далеко не все, а хотя бы что, как еще, пример один. Арендуют, арендуют. Понятно, а что с основанием, что они показывают, в Венгрии их центр жизненных интересов, что является основанием, что они доказывают, что они являются важными, ценными для Венгрии персонами? Не знаю, насколько ценные они для Венгрии персоны, но для них в Венгрии должна быть цена в чем-то, поэтому мы изучаем профиль клиента, но зачастую к нам приходят на самом деле те же самые наши уже прошлые клиенты, с кем мы давно дружим, годами, у которых есть какие-нибудь карибские паспорта, но нужен тот вот самый статус Евросоюза, о котором мы начали говорить в самом начале нашего вебинара. То есть, мы уже немного осведомлены об истории того или иного человека. Если же нет, если это человек с улицы, грубо говоря, и он новый, мы разговариваем сначала, вынимаем какую-то информацию, мы понимаем, кто он, бизнесмен, в каком поле, тоже про санкционных людей мы здесь не говорим или про ПЭПов. Что касается, как показываем, ну, например, вот сейчас у нас есть один клиент, у него страсть такая в жизни, это лошади и искусство. В том месте, где он живет, он уже пожилой человек, он бизнесмен очень высокого уровня, но сейчас он уже как бы может заявить, что он, ну, пенсионного возраста и хотел бы переехать в Венгрию для того, чтобы там открыть какую-то конюшню, для того, чтобы купить помещение под галерею искусств и так далее. То есть его интересы и хобби мы как бы ретранслируем уже на венгерскую землю, а откуда деньги? Деньги из прежнего бизнеса. Этот бизнес также не должен быть на сегодняшнюю пору санкционным. Это мы все показываем, здесь никаких секретов перед властями, естественно, нет. Либо дети учатся, либо сам хочу открыть компанию, если я молодой, я хочу открыть компанию Венгрии для того, чтобы открыть школу языковую, для того, чтобы открыть ресторан и так далее. Но в любом случае это не может быть я айтишник, а я хочу открыть ресторан. Так не работает. Должна быть некая логика. Если вы айтишник, забудьте про ресторан, ресторан так вы будете пользоваться. Софья, один момент, все-таки хочу вернуться просто про каждую программу. Один момент все-таки важный сказать. Вот кипрская программа, начинается работа по кипрской программе здесь, и ты вот здесь какие-то дела здесь я имею в виду, например, в России, или что-то делается удаленно. И тот же самый вопрос по Венгрии. Вот где заявитель и с чего он вот эти первые шаги делает? Понятно, что он может прийти к вам в офис, а дальше-то как? Можно не приходить, кстати, к нам в офис. Это давно мы уже все хорошо научились пандемии. Спасибо большое. Вспомните, была такая проблема у нас в нашей жизни, чтобы не видеть никого, кроме как по зуму. Он хорошо работает, по-моему. С вами мы тоже встретились всего лишь месяц назад и удивились, как мы... Как так получается? Да, поэтому нет, все документы мы можем готовить удаленно. Поэтому нам человек физически не нужен. Вот вопрос в том, человек, вот человек находится, он должен находиться в России, когда вот в тот же самый самый он впервые должен прийти, приехать? Нет, человек может не находиться в России, но у него хотя бы при нем должны быть его личные документы или у него должен быть некий ответственный человек здесь, в РФ, если мы говорим про РФ, который сможет открыть его сейф и достать документы, потому что они нам в любом случае понадобятся. Те или иные. Список документов, он практически всегда идентичный, немного варьируется в зависимости от той или иной программы, но как бы личные документы это паспорта внешние, паспорта внутренние, не должны быть просроченные, это какие-то военные билеты, если человек служил во многих программах, это нужно. Это, естественно, свидетельство о браке-разводах, это свидетельство о рождении, это очень важные документы, без которых мы не можем как бы существовать. Ну, а все бизнес-документы можно спокойно запрашивать. предположим, у человека есть длительная виза, именно виза, венгерская, или любого государства Евросоюза. Да, условно говоря, в Финляндию тебя с этой визой не пустят, но там через Турцию ты долететь можешь. Вопрос такой, соответственно, находясь в Европе и в случае Кипра, и в случае Венгрии, с этим набором документов ты можешь решать все вопросы получения ВНЖ там, за границей. Да, да, это работает. Абсолютно. Главное, чтобы визу еще не пересидеть. Ну, да, это важно. А то мало не покажется. Тогда будет стоп. Ну, пример жилой недвижимости в Венгрии, опять же, по сути, это не то, что идите и покупайте именно здесь, но просто вот, если это через недвижимость, то через недвижимость. Ну, да, в Венгрии очень много, в Будапеште в том же самом, миллион различных очень интересных вариантов. Есть в старинных домах, которые под реновацию были сделаны апартаменты, есть в новых постройках. Все, что хочет, все, что душе угодно, там нет ограничений. Единственное, в 13-м районе русским не продают. Но это как бы уже нюансы, которые мы, естественно, рассказываем при покупке. Ну, то есть, вот главное, что сейчас нужно отметить, то, что вы сказали, что покупка недвижимости является, возможно, самым популярным следствием получения ВНЖ, но по большому счету, как вы сказали, не обязательно, не только в этом. Вы знаете, нет, Филипп, вот мы, так как мы изначально не рилэстейт-агентство, мы вообще никого никогда не пушим под недвижимость. Я прекрасно сама понимаю, что набрать себе недвижимость во всех странах мира и потом просто с ней сидеть, там, вот у меня целая компашка людей, извините за грубость, которые получили отказ по продлению латышских ВНЖ. У них у всех в Юрмале и в Риге, ну и по всей Латвии шикарнейшая недвижимость, но они не могут туда въехать, они не имеют продленного статуса, они потратили какие-то большие деньги на все это дело и сейчас просто в недоумении, зачем им это было нужно. Ну и таких примеров на самом деле не только про Латвию, их очень много. То есть для того, чтобы покупать недвижимость, нужно четко понимать, что других вариантов нет или что ты очень хорошо понимаешь, зачем. Окей. Хорошо, значит, ну по Венгрии поняли, давайте поговорим о ВНЖ Греция. И я открою маленькую тайну, Софья прилетела к нам на вебинар по сути из Греции. Это так? А в Греции все есть, да, это так. Мы с моей коллегой Любой Ивановой провели неделю в прекрасной Греции и были очень приятно удивлены тому, что увидели. Что вы увидели? Мы увидели солнце, море, Филипп, вкусное вино, отличную еду, прекрасных людей, у которых кажется, что нет никаких проблем. На самом деле, моя большая зависть. Подпишусь, но вам не удалось, да, все-таки там есть тоже определенные возможности. Побывал в разных странах за последние два года. Греция, она какая-то в этом смысле совершенно, они живут настолько своей жизнью, у них вообще ничего, в мире ничего не происходит за пределами Греции. Это феномен. Поэтому я очень хорошо понимаю и друзей наших, и клиентов, которые переехали именно в Грецию, или кто перевез свои там семьи, а сам налетами, курсирует между Россией и Грецией, потому что в Греции реально приятно жить. И каждый раз, когда я прилетаю в ту или иную страну, я примеряю на себя пальто вот той страны, которую я посетила. И вот этот вот прекрасный регион, он подходит, мне кажется, ну практически всем. Хорошо. Но тем не менее у нас, видите, над словом Греции висит слово ВНЖ. Что такое сейчас ВНЖ Греции для разных категорий потенциальных заявителей? Как это работает? Вот это, конечно, висит ВНЖ, но так как мы имеем имеем огромное количество разных презентаций, в каких-то мы это поправили, а это была наша ошибка, и она вот переползла в вашу презентацию, которая попала к вам в руки. Простите ради бога, все, кто присутствует, и Филипп. Потому что речь мы идем, Греция слово остается, а ВНЖ нет, потому что речь идет о ПМЖ. Это аналог золотой визы, такой же, про которую мы только что поговорили на Кипре. ПМЖ Греции. И вообще, да, нужно два слова сказать, чем вообще отличается гражданство ВНЖ и ПМЖ, потому что многие это путают до сих пор. Вот сколько мы все, и коллеги по цеху, и мы сами, и вы, пытаемся донести информацию, что есть отличия, безусловные, но все равно остаются некие условные нюансы, недопонимания у людей. Поэтому еще раз, ВНЖ бывает абсолютно разных направлений, через натурализацию, женился, пошел работать, приехал что-то купил, и так далее. И ВНЖ, как правило, это то, что сопряжено с необходимостью, с какими-то обязательствами от страны. Поэтому мы вот это делим, название ВНЖ от ПМЖ для себя, уже для внутреннего пользования, чтобы как-то разграничивать эти понятия, и в разговоре, чтобы было сразу понятно. ВНЖ – это про обязательства. Мы с вами поговорили только что про ВНЖ в Венгрии, там нужно жить 90 дней в полугодии, в зоне ЕС. У ВНЖ есть много разных пунктов, которые нужно выполнять. Про ПМЖ, которые являются золотой визой, все гораздо проще, потому что золотая виза для того, именно поэтому и называется золотой, что у нее нет или практически отсутствуют обязательства, которые должен выполнять получивший этот самый ПМЖ. Это тоже карточка резидента, но она либо бессрочная, либо, там вот как в случае с Грецией на 5 лет, с возможностью пролонгации придержания объекта инвестиции. Но это… Вы не должны жить в Греции, вы вообще в Греции ничего в общем-то не должны. Вы не должны знать греческий язык. Да, вы не перейдете к… Многие говорят, ну да, ПМЖ – это гражданство, но нет, ни ВНЖ, ни ПМЖ – это не равно гражданство. Гражданство – это паспорт, давайте так говорить. А ВНЖ – это карточка пластиковая. Вот у нас в стране, в нашей нет пластиковых карт, у нас есть внутренний российский красный паспорт. Это и есть аналог европейской карточки ID. Но только у нас ID-книжечка, мне кажется, были разговоры какие-то внутри нашей страны, я заменю. Вот еще сделают, непонятно, да. Ну вот, тогда не будет вот эта вот каша в наших головах. В общем, ПМЖ Греции не ведет к безусловному получению гражданства. Но если вы проживете там в Греции, станете налоговым резидентом, в конце концов, будете знать греческий язык. Да. Да, он не то чтобы очень сложный, но и нелегкий. Но в любом случае, если человек там живет, то волей-неволей хотя бы на уровне сходить в магазин, ты язык будешь знать. Поэтому через 7 лет, да, можно подаваться и доказать, что ты там живешь, есть связь со страной и получить гражданство. Но это про другое. В общем, это не про ПМЖ. Итак, вот здесь букву В, меняем заголовки на букву П. ПМЖ, что такое сейчас для человека с российским паспортом или для гражданина с любым другим паспортом, украинским, белорусским, вануатским, как это все работает сейчас, что вы предлагаете, какой путь? Да, у ПМЖ Греции есть одна маленькая неприятная особенность. Они прямых россиян не берут, но берут кривых россиян, что это означает. Это, конечно же, шутка. Это люди, у которых лезет любое другое гражданство. Армянское, киргизское, вануатское, сынкицовское, доминикское, любое другое. Иными словами, для тех, у кого есть в настоящий момент только паспорт России, это двухшаговая история. Вы получаете еще правильный паспорт, после чего вы переходите к... Да, вот эта комбинация на сегодняшний момент для россиян является самой распространенной и востребованной из того, чем мы занимаемся на сегодняшний момент. Потому что, да, вот эта вот двухфазовая конструкция для тех, у кого нет другого гражданства, кроме РФ, и кто не успел впрыгнуть в последний вагон той же самой гренадой до 31 марта, остался как бы ни с чем, но очень хочется все-таки эта опция пока работает. Связка одно гражданство, не российское, и переход к ПМЖ Греции хотя бы, да, не российское гражданство должно быть хотя бы у главного аппликанта, не обязательно у всех членов семьи. Ну, а те наши клиенты, у кого есть карибские или другие паспорта, могут сразу выходить спокойно на ПМЖ Греции на ПМЖ. Эта процедура, опять же, мы с вами про Кипр поговорили подробно, насколько здесь бюрократические сложности, еще раз, уберем весь огромный пласт, связанный с проверкой санкционных, да, понятно, что это везде, это жестко и это напрягает, но кроме этого, насколько именно в Греции все, а, забюрократизировано и Б, агрессивно забюрократизировано. Забюрократизировано, да, агрессивно, нет, с агрессией, как мы вначале поговорили, у греков не развита вся история, слава Богу, поэтому нет, ничего агрессивного в этом случае нет. Есть задержки, есть разница в разных муниципалитетах, куда мы подаем документы клиентов, ну, то есть, можно, конечно же, лавировать между какими-то задержками, проблемными случаями и пытаться выловировать, иногда это получается, иногда действительно нет, вынуждено признаться, но мы пытаемся сделать максимально, что от нас зависит, да, кстати, многие наши клиенты думают, что от нас зависит все, но нет, еще раз хочу это озвучить, от иммиграционного адвоката зависит правильность подготовки пакета документов, и мы очень расстраиваемся, да, естественно, мы все это объясняем всем нашим существующим клиентам, но расстраиваемся, когда наш клиент начинает расстраиваться, тире злиться, тире напрягаться тому, что власти той или иной страны задерживают выдачу решений. В любом случае, правильно поданный документ не есть нигде, ни в одном законе, ни одной страны не прописаны конкретные этапы до часу прохождения процедуры рассмотрения того или иного аппликанта. Задержки есть везде. Еще раз, мы пытаемся их минимизировать, да, и еще раз, в Греции можно это сделать наиболее комфортным способом для нашего клиента свести все где-то к пяти месяцам прохождения процедур. Опять-таки, выбрав правильную недвижимость, если вы будете выбирать, ходить по вторичному рынку и выбирать что-то у продавцов-физиков, то зачастую вы как бы призываете войти в некую очень сложную, сложный процесс проверки документов. Это зачастую может затянуться на многие месяцы, что вам же и будет негативно. Мы через несколько минут перейдем к программам паспортным, но предположим, вот у человека не было никакого паспорта, кроме российского, но он этот паспорт получил инвестиционным путем. в какой момент можно начинать греческую процедуру, что это должно быть? Ведь очень часто паспорт это в нашем понимании книжечка, но, как я понимаю, в некоторых же случаях ты получаешь не паспорт как таковой, а некий сертификат, тебе его одобряют, а потом ты уже должен пойти, его заказать и так далее. В какой момент ты становишься лицом, которое уже может разумно подавать документы на греческую программу? Что у тебя должно быть? Тут, к сожалению, Филипп, нам паспорт физически нужен, в любом случае, хотя бы его скан на первый момент, поэтому, как только, например, у вас выходит гренадский паспорт из последних, или, не знаю, киргизский, или вануату вы сделали, то вот надо запрашивать сразу скан, и с этого момента можно как бы уже процесс запускать. Но недвижимость вы можете выбирать, и когда начинаете тот же самый процесс по оформлению вануатского гражданства. Он займет 3-4 месяца, и 3-4 месяца более чем достаточно. Летишь ты в Грецию, не летишь, хочешь ты что-то под себя, или просто инвестиционное, этого более чем достаточно определиться с объектом. у вас презентация здесь сроков не очень написано, но давайте так, нет, есть, около 6 месяцев. Около 6. Около 6, это имеется в виду с того момента, когда у тебя все основные документы, включая паспорт, готовые, вот ты вступишь, все, тогда понятно. Но минимизировать еще раз, Филипп, можно, если недвижимость начинать выбирать до, то есть весь пакет документаций, проверка объекта, девелопера и подготовка сделки, к сделке будут готовы и ждать просто уже гражданство главного аппликанта. Ну, и уж, коли вы не так давно побывали в Греции, видимо, вот оттуда привезли частично эти кадры, что еще, все вопросы, на которые у вас есть ответы, я вам сегодня точно, как обычно, задать не смогу, ваши знания гораздо более широки, что сейчас вот вас так впечатлило в Греции, кроме, ну, вот этого понятного солнца, тепла, душевности и относительного поколения. И тарамусалата очень впечатлила меня. Это такая закуска, очень вкусная греческая. Ну, если честно, то я и мы перестроили практически на полные 365 градусов свое видение того, что нужно покупать. И если бы, грубо говоря, я сама входила бы сегодня в программу ПМЖ Греции, я бы не искала для себя роскошный проект какой-нибудь виллы в Ульягмене, в Глифаде. Почему? Потому что это, опять-таки, зачастую это та самая вторичка, это цифры гораздо выше минимального порога входа в 250 тысяч, это месяцы на проверки этой недвижимости, это мое собственное время, которое я должна все-таки, если я виллу для себя выбираю и там на какие-нибудь 2 миллиона евро, мне же нужно полететь, мне же нужно провести там неделю, это мое время и деньги. А для того, чтобы получить ПМЖ Греции, ну вот зачем мне это все на сегодняшний момент? Я не знаю, я захочу, моя семья захочет жить в Греции, несмотря на всю прелесть этой страны, завтра, или не захочет. Я хочу попробовать себя в этом статусе, мне вообще статус нужен, потому что у меня деньги в Евроклире застряли, меня посылают все банки Евросоюза с моими миллионы, которые там лежат до сей поры, я в общем-то уважаемый человек, но меня все хотят отовсюду прогнать, мне нужен статус ЕС, и вот как раз ПМЖ Греции мне очень сильно поможет, зачем мне растягивать время на какие-то вот эти вот лакшери штучки, я потом озабочусь, получу ПМЖ Греции, поживу там, прилечу три раза или сколько-то, и потом уже присмотрюсь и куплю то, что я хочу. Сегодня я бы купила, и многие наши клиенты на самом деле, мне было непонятно, мы отправляем людей, они выбирают странные проекты, но в нашем понимании как бы не премиум. То, что вы бы не предположили, что надо было. Да, и вот это вот оказалось как раз, что они-то умные люди, а у нас немного по-другому взгляд работал. Это какие-то студенческие общежития, это переделки старых зданий, от которых остается остов, вынимается вся внутрянка, и заходят очень качественные строители, девелоперские компании, которые делают из этого здания там 50-70-го года выпуска нечто новое, отель 3-4, даже 5, иногда звезд, и продают либо доли, что реже, потому что наш мозг все-таки заточен на покупку квадратных метров, поэтому вот девелоперы, которые про это, они прекрасно это понимают и предлагают как раз в большинстве своем квадратные метры, то есть мелкие апартаменты и апартамент в таком отеле 4-5 звезд на первой линии даже можно купить за 250-300 тысяч евро, у вас будет гарантированная доходность 4-5%, почему бы нет, и да, вы там в каких-то какие-то отели позволят вам жить, может быть неделю, может быть две, какие-то не позволят, но в любом случае у вас будет инвестиционный проект за минимум вложенных средств и ПМЖ Греции, все, что нужно, запрос выполнен. Я смотрю, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, вы задавайте, я понимаю, что у нас такая горячая дискуссия, вроде как мы обсудим с Софьей, еще только до половины едва дошли, но если какие-то вопросы есть, не стесняйтесь спрашивать. Давайте к следующей стране перейдем, тут вообще довольно странная история, вроде как мы сам, я все время говорю, а вот там можно получить ВНЖ за покупку любой недвижимости, можно получить ВНЖ при покупке любой недвижимости, да мы и с Софьей больше всего за всю нашу виртуальную дружбу провели вебинаров именно по теме этой страны, правда не про ВНЖ, а про гражданство, и тут что-то задумался, а как на практике это работает, потому что сам крайне редко сталкивался. С этим смотрим дальше, Черногория, ВНЖ Черногории, топ направления, кстати, по интересу со стороны покупателей недвижимости, что и как, как это работает, и что вы вообще сейчас в Черногории делаете? Это наша боль, Филипп, потому что, ну такая была шикарная программа гражданства, и так жаль, что ее убили, могли бы еще продлить хотя бы на полгода, но что уж об этом говорить. Полтора года уже ее нет, аж два года почти ее нет. К сожалению, но у нас еще на троих нас, как лицензированных агентов, около 400 файлов, еще решений не получили. Черногория медленно, ужасно, перед, да, сильно неудобно перед нашими клиентами, именно за счет того, что там бесконечно происходят смены правительства, идут такие же бесконечные задержки. Меняются люди, начинается новая жизнь, как бы, эта новая жизнь, пока она войдет в свое русло, и мы теряем все время. Но ничего, мы дойдем до конца и с гражданствами, но вот, что касается вида на жительство, единственное, что осталось на сегодня предложение этой страны, да, можно купить что-то, там нет порога входа никакого, получить ВНЖ Черногории, иногда там бывают большое количество проволочек на местах по выдаче и ВНЖ, и очереди большие. Мы это научились за последние годы обходить, там специальных людей нашли, в общем, с этим мы со всем помогаем, но главное понимать несколько вещей про ВНЖ Черногории. Черногория прекрасна, Черногория лояльна к нам, Черногория, кстати, для россиян без визов на какое-то количество времени, но ВНЖ Черногории при покупке недвижимости это такая вещь, которая не откроет вам Евросоюз, грубо говоря, это паспорт откроет вам безвизовое передвижение по зоне ЕС Шенген и потом, когда Черногория и если Черногория войдет в Евросоюз, как обещали, то уже вы будете полностью пользоваться привилегиями, преимуществами, бенефитами этой страны, но ВНЖ Черногории это не сильный статус и это не ПНЖ, ВНЖ Черногории позволит вам 365 дней проживать в Черногории. Для того, чтобы прийти к автоматическому продлению статуса, вам придется долго проживать в Черногории, не менее 11 месяцев. Ну, то есть, это вот для тех, кто хочет переехать в Черногорию. Что касается объектов недвижимости, там бумит рынок на самом деле до сих пор. И да, большая часть переехала под события прошлого года, но до сей поры все наши клиенты, которые получили гражданство, многие люди, которые не вошли в программу, но задумались о стране, которые просто хотели бы пересидеть что-то где-то. В Черногории огромное количество интересных проектов, новых, старых, любых. У нас очень сильная экспертиза по этому поводу. У нас там один из самых сильнейших офисов на самом деле. Мы занимаемся всеми Балканами, но Черногории в частности. И как раз свой опыт мы наработали в период существования программы гражданства через инвестиции, но за неимением ее сейчас занимаемся всем остальным. Поэтому... Через вас Черногорию таким способом тоже оформляют, просто идут сколько у вас там офис, то есть общение происходит даже не с Москвой. Больше покупают, больше покупают недвижимость, Филипп, чем оформляют вид на жительство, потому что, ну, еще раз, вид на жительство достаточно непонятный статус. Понятно. Понятно, что непонятно. Ну, окей, хорошо. Давайте с ВНЖ закончили, поговорим теперь о гражданстве. Давайте. Первое у нас на очереди гражданство Египта. Мы проводили вебинары, попрошу, может быть, в чате, если сейчас удастся, коллегам моим опубликовать запись вебинара, потому что запись у нас есть. И сразу сделаю анонс. На следующей неделе вместе с компанией Апес Капитал Партнерс выйдут сразу три весьма познавательных, на мой взгляд, материала о гражданстве Египта. Ну, я Египту благодарен уже хотя бы потому, что если бы такой страны не существовало, такой программы не существовало, мы бы с вами, Софья, лично бы так никак не пообщались. А тут оказались на крупном мероприятии, куда приехали, что тоже, на мой взгляд, довольно характерно, первые лица, первые лица, чиновники, которые отмечают за программу Египта на египетской стране, и они приехали в Россию, в Москву эту программу презентовать, о чем-то это договорит. Давайте в двух словах о программе, и еще расскажу, что на следующей неделе на Априаме прям три материала выйдут в виде, в рамках спецпроекта о гражданстве Египта и о недвижимости Египта вообще. Спасибо. Ну, что можно сказать еще про программу Египта? Уже много говорено, действительно, благодаря вам, много информации дошло, я думаю, до ваших читателей на Приане. Программа Египта довольно-таки комфортная, и спасибо ей, что она существует и является одной из тех программ, которые еще доступны для россиян. Поэтому за шесть месяцев можно оформить плюс-минус гражданство Египта четырьмя способами, либо вложиться в некую недвижимость, причем локации абсолютно разные могут быть, кроме Синайского полуострова, можно выбирать все, что душеньки угодно. Как правило, это Хургада, есть очень премиального уровня, хорошего качества, девелоперские проекты рядом с Хургадой, либо новый Каир, новые строящиеся, огромный город, который привлечет многомиллионное население в скорости, такой новый Дубай, который только вот начинает свое существование. Можно просто подарить государству 250 тысяч долларов для нелюбителей связываться с недвижимостью или думать потом, как бы вынуть мне деньги. Подари и забудь, как мы раньше делали в большинстве своем, как раз карибские программы. можно положить в депозит в местном банке 500 тысяч долларов, либо учредить свою компанию, и затрата будет около 450 с небольшим тысяч долларов, из них 350 останутся вашими собственными средствами. по поводу кого берет, кого не берет Египет, все то же самое, что и по всем прочим программам, с санкционными людьми, с людьми, так называемыми МППами и людьми с криминальным прошлым. Проблемы, все остальные могут подаваться. И маленький вопрос по поводу, меняется, как бы, да, связанная с покупкой и с переводом средств. Средства должны быть в долларах, не в долларах. Вот этот момент, несколько слов, можно об этом? Средства могут быть в долларах. Египет давно начал обещать то, что и рублями можно будет принимать, но именно, насколько мы понимаем, с их стороны есть некие загвоздки с коммуникацией и с нашей стороной, поэтому нет про рубли, пока речь не идет доллары. Египет дружественная страна, все туда хорошо ходит. Так, давайте тогда, ну, вот этот момент тоже важный, что, насколько я помню, этот момент, наверное, уникальный и все-таки где-то еще есть, что сначала одобрение, а потом инвестиции. Да, это все так. Ну, на самом деле, этот же паттерн используется и карибскими странами. вы сначала платите только мелкие пошлины за проверку и только после одобрения, все уже забыли про карибские программы просто, и только потом платится львиная доля инвестиционной суммы, поэтому, пока вы не получили бумагу одобрения, точно так же и в Египте вы можете никаких инвестиций не делать. Только если очень хочется застолбить за собой тот или иной объект недвижимости, тогда уже нужно заключить договор, получив специальный номер, заключить договор и закрепить за собой тот или иной объект. Ну, я просто хочу сказать, как раз про Египт мы просто очень много говорили, поэтому именно по этой причине сейчас глобально останавливаться не будем. И еще раз напомню, что в начале следующей недели, ну, наверное, понедельник, вторник, среда у нас будет подряд сразу публикации, посвященные недвижимости Египта и от риэлторов, и от иммиграционных консультантов, и от людей, отвечающих за эту программу. Ну, это действительно важно, потому что, все-таки еще раз повторю, приезд первого лица для иммиграционной программы, по сути, в Россию, компания Apex Capital Partners его привезли, он, в общем, о многом-многом говорит. Ну, и недвижимость, недвижимости в Египте много, она дорожает, ну, в местной валюте она дорожает сильно, в долларах и евро она дорожает не очень сильно, но на приеме тоже предложений много, пожалуйста, смотрите. Но, в любом случае, два слова про недвижимость, Филипп, еще раз я хотел бы отметить, что мы все думали и думаем до сих пор, что Египет это очень дешевая недвижимость, но вы знаете, как в любой стране очень дешевая недвижимость, равно очень плохая недвижимость, Поэтому если вы хотите, если думать о приобретении качественного объекта, то никаких 50 тысяч долларов в помине не существует. Ваш коллега как раз на мероприятии, которые вы проводили в Москве, сказал, цитирую практически дословно, очень многие люди, заинтересованные в программе гражданства, приезжают в Египет с намерением купить 10 объектов по 30 тысяч и уезжают с одним за 400. Просто, может быть, даже не столько потому, что он не устраивает комнатки в муравейниках, многим, я думаю, и это было бы за счастье, сколько потому, что они видят, ну, действительно, как страна развивается. Я врать не буду, в Египте не был, надеюсь, побываю, проект сделаем, может, какой, но сам факт заставляет задуматься, да, то есть это такая история. Софья, давайте дальше. После Египта у нас идет гражданство Турции. Не прибавить, не убавить. Турция у нас все равно, может быть, не в рамках наших с вами коммуникаций, но глобально направление номер один без всяких вопросов. Турция хорошая, сильная программа, мы ее часто делаем. До сих пор недвижимость можно купить на сумму 400 тысяч. Сейчас очень много информации, вбросов, СМИ-публикаций о том, что грядет повышение порога входа до 600. Посмотрим, во что это вылится, но, как правило, когда в Турции начинается такое бурление по поводу скорого поднятия цен, так и случается. Во что это вылится в итоге для Турции, интересно посмотреть, потому что это будет самая дорогая программа из списка возможных к оформлению. На самом деле Турция выбьется вообще из всех возможных рамок, но она себя ценит. Давайте это такое все-таки немножко со мной отвлеченное, с другой стороны, все-таки важный вопрос. Вот в Египте, Турция с точки зрения перемещений, поездок в Европу, дополнительных, простоты получения дополнительных виз, они, в общем, не сильно отличаются. А в чем все-таки для вас, для заявителей, для целей заявителя разница между Египтом и Турцией? Вот кому Египет, кому Турция? В чем здесь, как вы видите, исходя из опыта ваших клиентов, различия? Как мы, Филипп, всегда отвечаем на этот вопрос, это на самом деле самый простой ответ, который может быть. Во-первых, все люди разные, и кто-то реально любит Египет или Турцию и хочет там жить, или хочет там иметь недвижимость, или много об этих странах знает, или каждый год по три раза там бывает, или там с детства душа лежит, как вот кто у нас эмигрировал в Америку. Это люди, которые любят и были готовы связать свою жизнь с этой страной. Есть другая категория, которому просто нужно это гражданство, поэтому вот с этой точки зрения и здесь, конечно же, выгоднее выбирать то, что дешевле. А дешевле в данном случае как раз вообще-то Египет. Вот, и, конечно, моя цель, вот условно, это в дальнейшем, например, налаживание какой-то, возможность получения виз, путешествия по миру, никакой разницы нет или какая-то все-таки есть? Я думаю, что в Турции немного будет попроще с получением виз, именно с отношением к гражданам этой страны. Но, по сути, и там, и там могут быть проблемы. То есть наличие и того, и того паспорта не открывает вам двери к 7-минутному, очень простому и комфортному получению визы в Шенгенскую зону, в Америку, в ту же самую и так далее. То, что нашим клиентам нужно. Шенген – это вот то, что мы говорили, в большей степени в Венгрии и Греция, в меньшей степени в Кипр, просто потому что там все равно еще нужно будет визу отдельно получать. Окей, смотрим дальше, до следующей страны, только сейчас обратил внимание, у нас флаг будет, флаг египетский все время почему-то, но это Антигмон Барбода, ничего страшного. Антигмон Барбода – это же у нас Карибы. Почему мы вообще о них здесь сейчас говорим? Отчасти потому, что не все наши зрители, интернет он международный, мировая сеть, нас смотрят и за пределами России, и не только граждане России. Вот мы смотрели, у нас много сейчас граждан Украины, Казахстан у нас смотрят, смотрят, ну вот сейчас несколько человек увидел, смотрели из Германии. Другой вопрос. Немцы – это не немцы, так или иначе. Гражданство Антигуа, что нового и почему они вообще решили поговорить сегодня? Пару слов. Ну, во-первых, там живет наш шеф и основатель и владелец компании «Пескептал Партнер», господин Нурикадз. Это во-первых. Во-вторых, антигуанская программа до сих пор существует, как и все остальные карибские программы. И для всех людей, у кого нет российских и белорусских, в сию пору токсичных, к сожалению, паспортов, мы можем и делаем, и оформляем гражданство Карибского бассейна. Почему конкретно в презентации, которая попала к вам в руки, есть упоминание гражданства Антигуа, так это, скорее всего, как я и объяснила до этого, из-за того, что Апекс Кэпитал стали эксклюзивным представителем проекта Hodges Bay, который находится на Антигуа. Это роскошный пятизвездочный проект, в котором можно покупать номер, через пять лет его продавать и владеть… Тут опять Египет у нас… Ребят, вот это не Египет, не смотрите на эту картинку… Это Hodges Bay со своей шикарной водой, да, Карибским морем. Очень красивый проект, у нас там офис как раз находится, наш Апексовский. Где-то не там офис, да. Ну, естественно. Уникальность этого проекта еще в том, что если человек не хочет держать свою инвестицию после пяти лет, то можно выходить оттуда. И это уникальное предложение, которое дает конкретно данный девелопер – это выплата гарантированная 135 тысяч долларов при желании распрощаться с проектом, но оставить себе гражданство. То есть это такая уникальная вещь. Почему? Потому что проектов, которые продают доли или комнаты на Карибах много, а кто гарантировал бы выход – нет. Hodges Bay – один из них. Понятно. Ну, это единственное. Еще одна программа, о которой, то говорили с иронией, а это нет, живкурилка, что называется, работала по-прежнему программа в Ануату. Она по-прежнему открыта, насколько я понимаю, для россиян. Насколько я понимаю, сейчас она не дает. Без визы не дает. Без визы в Евросоюз, Шенген, Ютей. Что тогда? В чем тогда? Низкий порог входа, в чем ее фишка? Ну, во-первых, да, низкий порог входа. Во-вторых, да, это одна из немногих программ гражданства, официальных программ, которые остались в нашем поле зрения для россиян, открытых до сих пор. Много было пуганий, что для русских все закроется вот-вот. Но нет, даже в ноябре, в начале, в конце октября был выпущен официальный релиз страной, что, несмотря на все, мы продолжаем принимать русских. Точно не принимают всех уже обсужденных категорий граждан, ПЭПов, санкционщиков и с наличием криминала, незакрытых историй. Но все остальные россияне могут подаваться и прекрасно себе получают гражданство. Чем помогает паспорт? С переходу как раз вот этот самый тот трамплин официальный к ПМЖ Греции. Кому-то, знаете, это помогает летать на частных бортах, где нужен любой другой паспорт, кроме российского. Кому-то помогает, в принципе, чувствовать себя спокойно, имея второе гражданство. Для своего ребенка, который не хочет сейчас летать в страну, но у него кончается паспорт именно внутренний российский где-нибудь в 2025-2026 году. И люди уже задумываются. Вот такие к нам люди приходят и оформляют себе гражданство, которым нужен хотя бы какой-то второй легальный статус. В Ануату это легальный статус. И да, очень низкий порог входа. И он до сих пор остался низким. И до сих пор можно... Была проблема несколько месяцев, когда начались вот эти вот всяческие наши перипетии с закрытием карибских программ, тогда и окривилась в Ануату как раз. Были проблемы с принятием денег от россиян. Но сейчас мы решили, давно уже решили все эти проблемы. Можно криптовалютой, кстати, платить. Не напрямую в государство, но мы в этом помогаем. В общем, пути для решения финансовых проблем, которые существуют сейчас по всем направлениям, они есть. И конкретно в Ануату все очень комфортно проходит. И документов, кстати, по сравнению со многими другими программами гражданства, довольно-таки мало. И апостелизация не нужна. Ну, смотрите, я, вы знаете, обычно мы как-то на наших вебинарах, особенно проходящих в декабре, там делаем прогнозы на следующий год. Не будем делать никаких прогнозов на следующий год. Давайте лучше вот о чем поговорим. Я такое уже в завершении. О работе с вами и о оплатах. Откуда, куда. Понятно, что каждый случай индивидуален. Понятно, что с каждыми странами там есть всякие звуковыки. Но вот реально, если человек живет и уезжать-то, может, никуда не хочет, но просто вот как-то так, может, деньги здесь, а может, не здесь. Понятно, что ответ будет очень общий, но просто некие такие главные пуши, которые можно... Тут, к сожалению, да, Филипп, ответ может быть только общим, потому что каждый человек – это отдельная история. Кто-то, знаете, вошел в премиальный сегмент Райфайзенбанка до марта 23-го, а кто-то после. Поэтому и условия по прохождению средств совсем другие, разные. У кого-то доллары тогда, всегда. У кого-то нет счетов в несанкционных российских банках. У кого-то нет вообще никаких счетов за рубежом. Нужно решать вопросы с рублями. За последние два года мы нарешались таких вопросов такие тонны, что ни одна проблема нас, в общем-то, не удивляет. И только каким образом мы не пытались решить те или иные финансовые как раз транзакции для наших клиентов. Что касается прямого вопроса, каким образом мы это делаем, у нас открыт счет, открыты счета в разных странах, в разных валютах. По многим программам есть возможность платить и рублями, и дирхамами, и евро, и долларами, и той же самой криптовалютой, и через нас, как через лицензированных агентов и так далее. Мы, это ежедневный наш вопрос, которым мы занимаемся бесконечно, вся наша команда. И я не скажу, что все проходит гладко. Вот и нет. Отправили деньги, вернулись деньги обратно. Отправились другого банка, вернулись обратно. Отправили 10 тысяч, застряли где-то. Корреспондентский банк указан неправильно. Застряли деньги, вынимаем деньги, помогаем со всех... Ну, в общем, очень интересная жизнь пошла. Да, 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 да. Ой, интересная жизнь. Господи, я помню, нас с вами был... Столько вебинаров, да, мы с вами успешно провели. В общем, есть что вспомнить, но с другой стороны, нам рано жить воспоминаниями. Это уж точно, давайте будем продолжать, давайте будем оптимистами, что хочется, конечно, обсуждать более весело, бодро, но уж как есть. А новости 24-й год наверняка принесет нам новости, Филипп, ведь правда, мы же верим в чудеса и в хорошее. Да, так нет, слушайте, мы стремимся, надеемся и продолжаем работу, и чему я, в общем, очень рад. Потому что для... я говорю, к нам обращаются с очень разных стран, с очень-очень-очень-очень-очень. И в нашей работе уже неделю дружественные, недружественные, мы работаем с людьми, и это, по-моему, не бывает плохих людей, ну, честное слово. Не бывает, и мы никого не бросали в жизни своей просто без решения каких-то ситуаций. Ой, ладно. Друзья, спасибо вам огромное за внимание, сегодня вопросов было не очень много, но я просто думаю, что, может, это и к лучшему, потому что просто рассказали, что хотели, а все вопросы, которые есть, напрямую у Софьи, задавайте, пишите, контакты, вот они есть, в чате мы их публикуем. На следующей неделе у нас, как я уже сказал, про Египет будет много-много-много публикаций. Ближе к Новому году мы сделаем общий материал Софьи по итогам этого вебинара, но запись вебинара будет опубликована, будет выслана всем вам буквально в течение ближайших времен. У нас будет еще несколько интересных вебинаров до конца года, итоговых уже, в большей степени итоговых, поэтому тоже, пожалуйста, присоединяйтесь на Прян. Софья, ну и до скорой встречи с вами. До скорой встречи, Филипп, и всех с наступающим Новым годом, пусть он принесет нам добра. Спасибо, добра, любви, всем спасибо огромное, до свидания. И новое гражданство. И новое гражданство.